Еще одна территория, благоустроенная по программе «Тысячи дворов», появилась в Хабаровске. Ее отремонтировали согласно пожеланиям жильцов, установили спортивные тренажеры и даже зону барбекю. Городские власти поддерживают инициативность горожан и подчеркивают личное участие жителей. Это залог бережного отношения к сделанной работе. Репортаж Александра Лихачева. Баскетбольная площадка у домов по улице Александровская с момента своего появления пользовалась популярностью у местных жителей. Однако ограждение спортивных баталий не выдержало и быстро пришло в негодность. Исправить это жильцы смогли, присоединившись к федеральной программе «Тысячи дворов». Также привели в порядок и остальную придомовую территорию. По поводу всей остальной площадки. Раньше детям не было где гулять. Даже не знали, что у нас столько детей во дворе. Когда нам ее поставили, сделали и разрешили детям гулять, их было столько детей. Мы думали, что это с соседних домов пришли. Кроме детской площадки, во дворе также расширили парковку для автомобилей, установили несколько тренажеров и даже обустроили зону барбекю. Все это благоустройство – коллективное решение жильцов. В целом, сколько вообще жители участвовали в реализации этой программы? Мы во всех домах провели собрания, утвердили проекты, спросили пожелания, какие потребности в каких домах, потому что они оказались разными абсолютно. И уже, исходя из потребностей, сделали проектирование, утвердили на общих собраниях. Местные жители сообщили городоначальнику, что планируют и дальше благоустраивать свою придомовую территорию. Хотят установить беседку, уложить современное покрытие на все детские площадки, а также доработать систему видеонаблюдения. Такая вовлеченность жителей, по словам мэра города, позволяет не только реализовывать красивые проекты, но и бережно к ним относиться. Действительно, это личное участие каждого собственника в проектировании, в строительстве, в плане контроля за строительством дворовых территорий. Это совершенно другое отношение и другой уровень отношения к своей собственности. То есть жители сегодня переживают, каким же их двор будет. Также Сергей Кравчук отметил, в следующем году хабаровчане вновь смогут принять участие в федеральной программе «Тысяча дворов». Ее решено продлить. Помимо этого, в городе продолжат выдавать гранты активным горожанам, в том числе на реализацию проектов ТОСов.